у нас сегодня такая интересная распаковочка будет вот такого от майнера коробочка маленькая заветная и в ней у нас находится майнер pangolin m3 манит манит он bitcoin и выдает один из половины тэра хэш и собственно но он как бы более бюджетная версия по сравнится с девятым и многие поэтому последнее время связи с ростом цены с 9 запрашивают конкретно данные спасибо в общем сегодня такая вот у нас внутри собственно идет стандартный аппаратик я специально выстрел еще из 9 3 чтобы можно было визуально сравнить достали такой аппарат 3 платы 10 стандартных выходов ну он конечно значительно меньше чем вот эти два классические гиганта наших это у нас идет блок питания официальный получается вот здесь их аббревиатура на китайском в общем это их тоже официальный блок питания короче очевидно закос под битлайн у китайцев как обычно фантазия не работает но в общем это оригинальный блок питания компании панголин или по-китайски шэнма кстати переводится это как чудесная лошадка без съема серьезно так переводится в общем мы берем сейчас будем подключать протестим его как он вообще себя ведет я на самом деле много слышал про данный майнер в том плане то что достаточно сильно нагревается то есть если вы где-нибудь собираете день малайзии майнер то я бы вам не советовал а если где-нибудь в сибири в сибири то это в принципе пофигу можете даже отапливать им свою свой дом слушай а вот довольно таки актуальный вопрос многие возможно будут выбирать между асиком примеры или собирать ферму в чем вообще принципиальное различие в чем преимущество пример покупки асика перед фермой первое это конечно сколько он выдает то есть ни одна видеокарта ни одна ферма не будет выдавать столько сколько выдает асик это это очевидный плюс из минусов можно сказать то что он данный любой такой асик он способен манить только на одном алгоритме то есть он заточен там под определенное количество валют соответственно допустим данный да он есть такой алгоритм как ша 256 это алгоритм биткоин помимо биткоина то есть ты также на вот этом аппарате сможешь манить биткоин кэш или там в общем другие валюты которые на данном алгоритме то есть выдает вам значительно больше но как бы но они как бы еще не отличается гибкостью но в общем я бы если вы собираете заниматься этим серьезно то есть промышленных масштабах и вы именно настроены не на данный именно на долгосрочную перспективу то конечно стоит покупать на и нас потому что но они они окупается быстрее выдают больше стоит учитывать то что постоянно растет сложность добычи и это сказывается конечно на добыче но следующем году неважно какую вы там карту берете 1060 там 1080 неважно так или иначе то есть их добыча со временем упадет асики ну как бы здесь по времени по времени будет гораздо больше ну и получается все что нужно это подключить компьютеру да то есть интернету настройка на самом деле очень простая вот я все в принципе делал на ваших глазах собственно подключается блок питания подключается кабель интернет и дальше сейчас мы будем заходить в админку сейчас в общем будем заходить так вот у вас м3 работает почти на полную мощность потому что уже на полную сейчас у нас тут определенное время для того чтобы зайти в админку жень а вот смотри для начинающих людей после того как ты подключил м3 компьютеры и к интернету какой следующий шаг следующий шаг вам нужно определить какой айпи данного устройства чтобы вы могли зайти в эту админку у меня сейчас на это ушло определенное количество времени я пробовал это все сделать через ту программу которую я все рекомендую финг для определения айпи вот он нам здесь выдал как бы несколько там панк было короче короче через это не получается вот он собственно мы зашли через настройки роутера и здесь мы увидели здесь мы увидели что мы увидели сейчас секундочку в общем его название данного устройства это микробити то есть вы должны подключиться в настройки роутера найти вот устройство микробити и вот собственно вот этот айпи адрес которым вам необходимо нужно будет ввести в админке я вот уже вошел но для вас еще раз покажу как это выглядит вот собственно выходит вот такая вот менюшка юзернейм уже введен дальше мы вводим пароль такой же как и юзернейм рут заходим в настройки и собственно вот выходит админка мы уже запустили асик 12 минут пока что все идет нормально выдал уже максимальную свою мощность 11 9 пера хэш и вот три платы собственные показатели так или иначе вот мы его нагрели по своим ощущениям могу сказать что он примерно шумит также 5 9 но конечно про него не вряд ли он горяч он реально горячий прям если вот так долго держать вот в принципе а если терпеть то можно подольше но блин горячо вот собственно я еще тут сразу подготовил для вас таблицию сравнение я уже зашел на сайт вот тумай ввел здесь характеристики вот конкретно дальнего майнера это один с половиной терахэш потребление 2100 ватт это максимальный его у него варьируется 1800 до 200 и соответственно 0 1 доллара это примерно ну 6 рублей но это уже по максимуму вот у меня здесь есть показатель это вот 35 грязными 30 чистыми это сутки да да это это сколько он манит сутки и также в принципе я все за то же самое забил для битко для с девятого и собственно здесь показатель больше поскольку мощность больше все это перевели мы в таблицу и вот у нас данные которые которые сегодня на сегодня актуальны на сегодня 17 декабря 2017 года стоимость вот это вот 4613 долларов это стоимость непосредственно самого оборудования с учетом нашей комиссии 5 процентов потом можете посмотреть ну и разделенная на курс 6 6 это доллара 6 6 на курс доллара к юаня вот сколько они собственно добывает те показатели которые только что мы смотрели на вот майн и сроки окупаемости то есть сроки окупаемости ну плюс-минус там 10 дней они не настолько значительные преимущество как бы конкретно данного майнера то что у него идет меньше сама стоимость оборудования то есть мы видим примерно разница в 1600 долларов а это ну примерно 30 процентов от стоимость тоже понятно а там кстати окупаемость в чем было в часах или нет окупаемых днях сегодня и соответственно идет на на с 9 ой на м3 и 111 на с 9 то есть преимущество им 3 то что у него более низкая стоимость и соответственно точка входа меньше вам нужно будет если вы собираетесь мани самостоятельно вам нужно будет можно будет попробовать данный аппарат для начала вот и собственно начать мани с него дальше уже как бы если можете наращивать обороты вы можете выбрать из 9 так или иначе мы готовы вам предложить то есть полный перечень оборудования еще на днях мы выпустим обзор про и бит это тоже bitcoin майнер сейчас сожалению его в наличии нету очень мало ну так или иначе то есть мы можем поставить любое оборудование об условиях можем договориться то есть я повторюсь то что мы берем как правило до 10 единиц 5 процентов от стоимости от 10 единиц 3 процента стоимости ну и так или иначе мы все цены скидываем каждый раз практически каждый день в инстаграме в телеграме и во всех других социальных сетях ссылки на которые будет под видео вы можете к нам зайти и всегда посмотреть женя последний вопрос еще тоже часто клиенты задают и подписчики тоже думаю будет интересно а как определить то есть использованы был этот майнер или нет то есть он новый или уже бэушный хотя бы на словах если не что касается м3 я еще потом отдельно подниму обзор сниму я щас пока не уверен сказать но скорее скорее всего тут вот на каждом устройстве есть серийный номер по крайней мере что касается вот от майнеров с этим все просто то есть для того чтобы проверить дату выпуска товара вам необходимо будет просто зайти на официальный сайт который на который мы сейчас не можем зайти но ссылку на данный сайт я скинул под описание то есть вам нужно будет иметь там отчетную запись и там собственно есть такая вкладка как support а потом warranty check там вводя это данный серийный номер вы можете определить дату выхода данного асика и соответственно если нужно учитывать конечно там логистику и так далее то есть если данного манера не больше месяца до дата выпуска то в принципе можно сказать что манер новый если соответственно там больше то майнер старый еще один то есть как визуально это можно определить сейчас я вам покажу вот мы возьмем то есть я принципе видел как китайцы обновляет рефрешек и можно посмотреть то есть вентилятор они принципе могут поменять а вот что касается внутренних плат внутри то есть там если он если он юзаный и причем достаточно продолжительное время вы там увидите следы пыли это я вам гарантирую то есть следы пыли там будет однозначно то есть они как бы их не вычищали не продували они такое делают я при таком присутствовал в общем там будет видно следы пыли так или иначе китайцы я могу уверенно сказать ну пока они никого не обманывают то есть они они говорят то что они продают они если они вам продают бушку они вам продают дешевле и они говорят что это бушка если это новая не вам продают то есть новый и это все в принципе легко проверяется соответственно если вам впихнули бушку ребят это уже дело того кто вам его продал то есть китайцы в этом плане они достаточно честно себя поступает про правильно я понимаю что по сути цены они там везде примерно одинаковые если какая-то нереально супер выгодная низкая цена что значит что-то сасиком не так верно да то есть тут на самом деле очень много вариаций но первое это либо сасиком что-то не так второе второе что ну скорее всего что-то не так все равно то есть есть какая-то определенная рыбничная цена которая фиксируется как китае как и в россии и если вам кто-то предлагает очевидно выгодное предложение там идет разница не в 10 20 тысяч рублей там допустим на 100 тысяч рублей на 50 тысяч рублей дешевле но будьте аккуратны ребят будьте повторюсь подписывайтесь следите мы будем рассказывать много интересного все что нужно было узнал теперь ты мне не нужен же все давай пока все давайте счастливо всем пока